Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Нескромно, конечно, так говорить, но я сегодня днём засняла, как работают пчёлы. Поставила камеру, вот, и посмотрите, как они летают, как они носят в уле пыльцу, всякую разную, светло-жёлтую и такую тёмно-жёлтую. Бывает ещё чёрная пыльца, голубенькая, ну, в общем, пыльца бывает на самом деле всякая. Но сегодня я смотрю, они таскали только жёлтую пыльцу. И, в общем, я к чему хочу всё это дело подвести, я говорю, нескромно говорить, но мы тоже сейчас в деревне работаем, как пчёлы. Снимать абсолютно некогда. Это вот сейчас уже время на улице, темно, ведь я даже не стала сюда светильный прибор тащить. Я просто вспомнила, что я, оказывается, забыла на улице камеру вместе со штативом. Вот, и думаю, что надо вам поставить, во-первых, пчёл для релаксации, чтобы жители там мегаполисов посмотрели, что творится на природе, что пчёлки начали летать, собирать. Пыльцу уж точно они собирают. Мёд не скажу, но пыльцу они собирают точно. И мы, сельские жители, деревенские, мы тоже летаем, как пчёлки, по своим огородам, по своему хозяйству. Времени не хватает катастрофически. Я думаю, у всех, я не исключение, у меня его тоже не хватает. Я вот снимаю в кухне, говорю, не стала светильный прибор тащить. У меня уже время сильно-сильно поджимает, мне нужно допрясть заказ. А тут ещё пришёл мой большой-большой заказ с питомника в Ростовской области. Вот, мне пришли, знаете, что мне пришло? Мне пришло три сорта яблони. Антоновка, Мельба и Богатырь. Вот, мне пришло, сейчас скажу, два новых сорта малины. Это полька и крепыш. Ну, полька, она такая старая, в общем, промышленный сорт. Захотелось мне попробовать, а крепыш тоже заинтересовался. Просто в этом питомнике это было, я купила. Мне пришло два новых сорта, ну как новых, новых для меня земляники. Это Ханэ и Азия. Вот, и мне пришло ещё, я уже не помню, сортов, наверное, пять крыжовника. Малахит, Финик, Красносельц, Краснославянский, Краснополянский. Красный, Краснополянский, что ли? Что-то такое. Вот, английский, жёлтый. Наверное, четыре сорта крыжовника. Мне пришло пять сортов жимолости, представляете, я потом заказывала. Четыре сорта чёрной смородины, штук пять, наверное, сортов красной смородины. И всё, на этом всё. Вот, в общем, я такой сделала большой заказ для того, чтобы у меня были саженцы хорошие. Саженцы все классные, это не однолетки, вот такой, знаете, будылка. А такие вот разветвлённые уже саженцы я потом покажу. Вы понимаете, мне даже некогда снимать. Мы сажаем всё это быстрее, потому что я брала в питомнике ни по одному, ни по два, а десятками. Вот, и естественно, всё это пришло, нужно быстро посадить. Всё это пришло транспортной компанией, был в таких чёрных пакетах. Вот, там уже такие листики проклюнулись. В общем, это надо всё втыкать, сажать. Корни все в глине. Вот, и мы втыкаем, сажаем. Не глядя на то, что мы ещё, я ещё молоко перерабатываю по клиентам, потому что никуда не денешься. Я же говорю, вот, вот у меня прям, вот, вот. Два дня осталось на то, что заказ нужно сделать. Посылки, слава богу, что малина, как бы вот та малина, которая растёт у нас на огороде, она ещё, ну, не пошла, не сильно начала раскрываться. В общем, она пока ещё, можно сказать, что вот-вот она, вот-вот-вот, она ещё может ждать. И тем более у людей, как бы, все в северных областях живут, ещё время терпит. Мне ещё вот два-три дня, и я начну отправлять посылки, кроме нескольких, которые я отправлю завтра людям, которым нужно вот прям посрочнее. Ну да, к тому, что вот мы сажаем, ничего не снимаем. Да, у меня висит кулинарное видео. Мы, когда, кстати, ездили вот в эту транспортную компанию за саженцами, заехали на базу, и я там купила хек. Ещё удивилась, думаю, что он такой дорогой. Я купила 10 килограмм коробку, в один склад зашла, там этот хек, смотрю, по 170 рублей, на там очередь. Вот, а зашла в другой склад, 10 килограмм коробка, она мне посчитала по 190 рублей. Думаю, нифига себе, на 20 рублей дороже на складе, это очень дорого. Большая такая разница. А когда приехала домой, привезла, оказывается, тушка каждой рыбины, вот в такой вот ледяной плёнке. Вот, мне сейчас, конечно, показать, вам вот так постучать друг от дружку. То есть они вот не пластомы, а не надо их отдирать друг от дружки. Там нет хвоста, нет этой головы, по-моему, даже плотников нет. В общем, она вся такая обрезанная, её даже, по-моему, потрошить не надо. Во всяком случае, вот ту рыбу, которую мы жарили, как только я привезла, мы очень любим рыбу. Вот, классная. И вообще, к чему? А, к тому, что у меня висит видео, а оно просто не смонтировано. Мы делали минтай под овощным соусом, в такой сливочной заправке, такая вкуснятина. Я вот думаю, сегодня вечером, если у меня уже времени хватит, сяду, думаю, смонтирую, чтобы канал не висел без видео. Ну, раз уж я вот вышла на огород, чтобы забрать камеру, я передаю всем привет. Товарищи, не обижайтесь. У нас сейчас, на самом деле, вот прям, вот, 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 прям, вот так вот, вот, дел, прям, подступили, они обступили со всех сторон. То есть нужно срочно переделать. Совершенно напрасно. Вот, а вот это всё снимать, не, ну, можно, но, потом собирать, знаете, вот эти комментарии. Ты не туда посадил, ты не там сажаешь, нафиг надо. Я посажу так, как мне нравится. Потом уже покажу, это, покажу, готовый вариант. Из-за этих саженцев, кстати, откладывается поездка в Ирюпинск. Мы, вроде как, собирались поехать вот в эту среду, то есть завтра. Но я засомневалась ещё на выходные, потому что я посмотрела прогноз погоды. И со среды у нас идут, три дня дают, три дня дождей. Мы ещё почему торопимся для того, чтобы не лазить по грязи, чтобы посадить вот сейчас, завтра, как последний день, бездождевой, как говорят синоптики наши, чтобы всё это воткнуть до дождей. Вот, и я созвонилась с Андреем Гном Волгой, с которым мы поедем. Деньги, которые нам прислали на поездку, они все целые. Пожалуйста, никто не сомневайтесь, мы их честно потратим на бензин. Вот, и мы договорились с ним, что мы не на той неделе поедем, потому что у него там проблемы с работой. А через две недели он мне выводит цыплят, я у него куплю, вот он мне привезёт цыплят. Мы сгрузим цыплят в Бруды и поедем в Ирюпинск. Так, если ничего, как бы, такого не случится, в общем, эта поездка состоится где-то через две недели. И, наверное, завтра мы подведём итоги конкурса от Багздрав, потому что мне менеджер от Багздрав тоже написал, говорит, ну что же, вы провели конкурс, а всё никак. А я, да, вот никак вот. А у нас там стишки, завтра определим победителя. Определять победителя будем как? Как там надо было составить какой-нибудь четверостиший о пользе продукции Багздрав. Я посмотрю, у кого там набралось больше всех плюсов, составлю своё мнение, и этот человек будет победителем. То есть мы не на жребии, это всё, а я постараюсь, ну как бы, со своей колокольни выбрать самый лучший комментарий, который мне нравится. Представлю на рассмотрение менеджеру, если она всё это одобрит, то этот человек победил и получит йогуртницу Мулинекс, между прочим. Вот такой хороший приз. И плюс ещё закваски. Вот, и на этом всем пока, по-моему, я и так начала куда-то, я же говорю, села на 2 минуты, на самом деле наболтала минут на 5. Смотрите, как работают пчёлы, расслабляйтесь, релакс, между прочим, это даже очень интересно. Они летают, как мистер-шмидты, посмотрите, как я это снимала, ну и повеселитесь вместе со мной. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Забыла штатив Забыла штатив